Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Лаура Байвачанова. И в начале выпуска коротко о главном. С момента козлогаштой трагедии прошло пять лет. В поминальных мероприятиях принял участие Акимобласти. Сотрудники областного Акимата стали донорами, а заместитель Акимобласти вовсе оказался представителем редкой крови, которую медики ценят на вес золота. А теперь об этих и других событиях более подробно. Козлогашской трагедии пять лет. В ночь на 12 марта 2010 года страну потрясла страшная новость. В результате прорыва дамбы на местном водохранилище потоком воды огромной силы село Козлогаш буквально стерло с лица земли. Сотни пострадавших, 45 погибших. Сегодня общественная искрая во главе с Акимом области Амандыком Баталовым подчистила память жертв той жуткой трагедии. Вот такая ужасающая картина предстала 12 марта ровно пять лет назад. На месте многолюдной улицы ровное поле. Водная стихия словно карточные домики ломала дома, а вместе с ними и людские судьбы. В официальном списке погибших 45 человек. И личная трагедия для каждого из почти трехтысячного населения села Козлогаш. Тогда в этот день, ну мы, так страшно было, мы даже не успевали, думаем не успеем. Ну когда вот машину сели, ну думаю уже живы остались. Ну потом следующий день приехали, там где наши дома, там только как будто степь там ничего не остался. Ну все, скоты, все пострадали, но люди в основном там пострадали. Конечно больно, очень больно. Личная трагедия это и для Акима области. Амандык Баталов в те дни, будучи первым заместителем, руководил штабом по ликвидации ЧС. А в первые часы после случившегося по пояс в воде вместе со спасателями обследовал село в надежде помочь пострадавшим. Оперативный штаб работал днем и ночью. За три месяца предстояло вернуть Козлогашу вторую жизнь. Сегодня о той страшной трагедии мало что напоминает. Село отстроили заново. Новые улицы, новые дома, новая школа, новая больница, новый дом культуры. Одно не удается стереть с памяти страшную трагедию тех дней. Люди, как и пять лет назад, приходят сегодня к памятнику с болью. В сердце. Памятник жертвам Козлогашской трагедии, как каменное воплощение картины тех страшных дней. Вот так же в надежде спастись, люди цеплялись за дерево и с собой укрывали детей. Сегодня это символ единения. Ведь Казахстан тогда сплотила одна общая боль. Все казахстанцы, несмотря на национальность и вероисповедание, спешили к нам на помощь, делились всем, чем могли. В те страшные для нас дни мы убедились в силе единства нашего народа. Всего за несколько месяцев полностью восстановили наше село. Построили хорошие дома, купили мебель, технику, дали скот, одежду, деньги. Помню, Амадыг Габасович обходил каждую семью. Старался нас успокоить. Рассказывал о проведении работ. Не это ли всеобщая забота? Спасибо моему народу. Низкий всем поклон. Прошло пять лет, как сегодняшний день перед глазами. Сегодня Казахстан коренном изменился. Я думаю, в Казахстане нет такого села, как наш Казахстан. Я знаю, я же коренной житель Акстерского района. Какой был Казахстан раньше и сейчас, не сравнить. Ну, я думаю, это сплощенность нашего народа. Каждый год отныне в эти дни в селе Большой Поминальный Аз люди молятся за погибших и за то, чтобы подобные трагедии обошли казахстанский народ. Место это и для добрых слов о тех, кто тогда не жалея себя, помогал словом и делом. С тех трагичных дней уже прошло пять лет. Но как бы тогда не было тяжело, сегодня к излагаше картина иная. Сплоченность всего казахстанского народа помогло восстановить разрушенные стихии село. Глава государства в первый же день собрал руководителя всех министерств и ведомств. Дал четкие указания. Никто не остался безучастным. Каждый регион страны пришел к нам на помощь. Оперативно и слаженно буквально в круглосуточном режиме работали и все областные ведомства. Под руководством Акима Серега Абекеновича Умбетова. Простые люди помогали, чем могли. Я склоняю голову перед выдержкой тех, по кому стихия ударила больнее всего, забрав родных и близких. Я благодарен за ваше спокойствие и понимание. Спасибо всем, кто сделал Казлагаш сегодня образцовым селом во всем Казахстане. Казлагаш пять лет назад был местом горя и радости, нестерпимой боли и надежды в счастливое будущее. Было там время настоящему героизму, ну и людскому бездушию. Семь человек по обвинению в казлагашской трагедии тогда оказались на скамье подсудимых. До сих пор не утихают споры по этому поводу. Но важно одно. Казлагаш уже давно живет размеренной, спокойной жизнью. Чутко храня в памяти историю трагичного марта 2010 года. Наталья Хоменко, Жасул Анчин, Генежинов, телекомпания ЖДСУ, Казлагаш. Подари надежду на жизнь. Около 150 человек приняли участие в республиканской акции по развитию безвозмездного донорства. Алматинский областной центр крови посвятил ее 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Участников акции за около 150 доноров в этот день возглавил заместитель Акима Алматинской области Бахтиару Нербаев. У представителя местной власти редкая группа крови. Резус-фактор четвертый положительный. Именно такая группа является самой дефицитной. Поэтому во имя спасения других жизней Бахтиару Нербаев сдает свою кровь и призывает других помочь нуждающимся. Благодаря тем донорам, которые пришли поддерживать эту акцию. Благодаря этому мы, я думаю, спасем мир, спасем нуждающимся. Наша донорская кровь завтра пойдет именно нуждающимся. И вот центр крови поддерживает связь с всеми медицинскими учреждениями области. А в год где-то собирается 8500 литров крови. И вообще в медицинском учреждении области переливание крови осуществляет 35 тысяч. И тем самым мы спасаем тысячи людей. Областной центр предоставляет 30 видов необходимых компонентов крови, более 40 медицинских учреждений региона. За 2014 год свыше 5000 человек сдали кровь. Из них 150 – постоянные доноры. По словам врачей центра, на тысячу населения приходится всего по 7-8 доноров. Поэтому остро ощущается нехватка крови. Сама медик, я знаю, что детям, людям, людям нужна кровь. И я сама пришла сегодня сдать кровь. Как раз у нас идет акция. Я хочу помочь нуждающимся в крови. Детям, взрослым и другим людям. Такие акции, конечно, всем нужны. Особо. Донорство – это тоже подвиг во имя спасения жизни больных и пострадавших. Так отметили участники акции, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Гульназ Мустафа, Жаслан Шенгенжинов, телеканал ЖТСУ, Талда Курган. В регионы вернулись делегаты 16-го съезда партии «Нур-Отан». Сегодня в областном филиале прошло заседание актива по формированию предвыборного штаба. Уже известно, что все делегаты съезда единодушно выдвинули своим кандидатам Нур-Султана Назарбаева и теперь намерены в регионах притворять в жизнь задачи, поставленные на съезде. В частности, по пяти ключевым направлениям в заседании приняли участие самые активные члены партии, имеющие большой опыт в идеологической и просветительской работе. Наша задача сегодня, поскольку мы партия «Нур-Отан», мы идеологическая сила прежде всего, осталось быть наше оружие – это слово. То есть мы должны словом, как поэт говорил, глаголом «жечь сердца людей». То есть мы должны сегодня разъехаться по регионам, здесь сидели очень подготовленные люди, опытные, узнаваемые, уважаемые, вот поэтому обладающие такими ораторскими способностями. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы разъехаться по нашим регионам до самых отдаленных аулов, встречаться с простыми людьми, и им на понятном, простом, понятном языке и для доярки, и для скотника, и для инженера, и для агронома, вот на таком понятном языке рассказывать о том, что на этом съезде говорилось. Как победить коррупцию? В первую очередь необходимо вести активную профилактику и предупреждение должностных нарушений на всех уровнях. Именно с этой целью Департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматинской области проводит выездные встречи с общественностью региона. В этот раз заседание под руководством заместителя руководителя департамента Жандоса Кинжигулова прошло в Яскельдинском районе. Свои вопросы представителям антикоррупционного ведомства напрямую смогли задать как государственные служащие, так и обычные жители. Государственные закупки, тестирование госслужащих, выделение жилья и участков. Больше всего вопросов, как и нарушений, именно по этим темам. Чиновники из Кинжигулского района не только спрашивали, но и озвучивали конкретные предложения, как можно сократить число коррупционных нарушений. Среди них и создание специального отдела по госзакупу, и даже пересмотр некоторых законов. Сегодня уже в новом обновленном мире все государственные служащие хотят работать открыто, честно, прозрачно, потому что и в тот же момент хотят быть защищенными при принятии решений. Это очень нужное совещание, очень многого мы узнали. И в тот же момент мои коллеги, мы все задали ряд своих вопросов, осветили проблемы на местном уровне, которые нужно решать. Я считаю, что после данного совещания, после проведённых по всей области, мы все должны собраться на совместном, большом, расширенном совещании. На встрече с жителями района звучали вопросы, которые зачастую долгое время не могут или не хотят решать другие ведомства. Владимир Наточий обратился от имени всего населения края. Почему в школах холодно, ведь на топливо выделяется достаточно средств? И почему местная котельная закупает уголь по такой высокой цене? В этих вопросах он просил разобраться департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции. Все обращения жителей уже взяты на контроль. Коррупцию мы должны все. У нас действует телефон доверия 1494. Если гражданин тут или не хочет себя показать, может сообщить. Если действительно явный характер о преступлениях идёт, мы обязательно примем меры соответствующие. С начала года коррупционного характера зарегистрировано 57 преступлений. Из них 13 особо тяжких, 16 фактов взятничества выявлено нами. Отдельную встречу провели с личным составом отдела внутренних дел района. Самое главное, говорят представители антикоррупционного ведомства, что госслужащие готовы идти на контакт. Повысился уровень доверия к обновлённой службе и у населения. А значит, есть возможность предупреждения правонарушений. Следующая подобная встреча пройдёт в Инбихше-Казахском районе. Дина Буранбаева, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. Большая научная конференция была организована сегодня областным судом. Его главная тема – 550-летие казахского ханства. А потому участие в ней приняли учёные-историки, которые поведали собравшимся о возникновении казахской государственности, о первых ханах, словом, всё, что касается исторического прошлого казахов. Аналогичные конференции уже были проведены во всех районных судах области. Их главная цель – пропаганда ценностей независимости, укрепление исторического сознания и мировоззрения, а также пробудить у молодёжи чувство патриотизма. Впрочем, молодое поколение и так активно выражало свою гражданскую позицию, дополняя выступления докладчиков и приводя исторические факты. Большой интерес аудитории вызвали законодательные акты периода казахского ханства – Жет-Жарга, Ессамханнанг, Ескажало и другие. Знаменитые бии, которые известны не только казахской земле, они и в истории известны. Все их споры – это продолжение. Сейчас мы продолжаем их работу по сути. Практически те же законодательные акты. Все их установки, указания, они практически существуют в наших кодексах – гражданских, уголовных, административных, процессуальных кодексов. А теперь о событиях в мире в блоке международных новостей. Сегодня Конституционный суд Германии должен обнародовать своё решение об отмене запрета носить школьным учителям мусульманские платки-хиджабы, действующие с 2003 года. Такой вердикт был вынесен в ответ на апелляцию, поданную двумя учительницами-мусульманками из федеральной земли Северный Рейн, Вестфалия. Судьи сочли этот запрет нарушающим записанное в Конституции право на свободу вероисповедания. Тем более, что во многих федеральных землях в школах допускается ношение символов христианской веры. Отныне запрет на ношение хиджабов будет допускаться только в виде исключения, если оно нарушает спокойное течение школьной жизни. Например, вызывает протесты со стороны родителей школьников. Исландия отказалась от идеи вступления в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Исландии на встрече глав внешнеполитических ведомств 12 европейских стран в Словакии. Части представителей оппозиции такое решение правительству не понравилось. Опросы общественного мнения показывают, что большинство населения страны выступает против ее евроинтеграции, которая, по мнению экспертов, нанесет сильнейший удар по рыболовецкой отрасли страны и по ее фермерским хозяйствам. Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году после того, как оказалась в тяжелейшем экономическом положении. Тогда левое правительство рассчитывало таким образом стабилизировать экономику страны и предотвратить новые кризисы. Иракская армия близка к окончательному освобождению Тикрита от боевиков Группировский Исламское государство, захвативших этот город летом прошлого года. Об этом заявил прибывший на место боев, чтобы лично командовать широкомасштабной наступительной операцией, министр обороны Ирака Хадель Аль-Абейди. Иракское командование рассматривает Тикрит как основной плацдарм, который поможет развить наступление на второй по величине город Ирака Масул, остающимся под контролем исламистов. Между тем, Исламское государство развивает пропагандистское наступление. Представитель группировки заявил, что халифат, установление которого, объявленное ее главной целью, будет распространяться и на Западную Африку. И смотрите далее. Паводки предотвращали в Каратайском районе сотрудники спецслужб. В Талдукургане открыто новое отделение по спортивной гимнастике для девочек. Символ единства и благополучия Тайказан покинул 6-й регион Алматинской области. За неделю пребывания в Балхарском районе он обошел все 15 сельских округов региона, в каждом из которых в рамках акции «20 добрых дел» нуждающимся была оказана необходимая помощь. На праздничном фестивале в честь передачи эстафеты следующему району побывала и наша съемочная группа. Флэш-мобом, в котором приняли участие более 100 школьников, начали фестиваль в Балхарском районе. Впрочем, гостей праздника ждали и другие сюрпризы. В Доме культуры была организована этновыставка, на которой каждый желающий мог попробовать и оценить кухню того или иного народа. А в концертном зале яркая музыкальная программа с исполнением веселых и задорных национальных песен и танцев. Буквально покорили зрителей самые юные участники фестиваля. Эстафету акции «20 добрых дел» Тайказан жители Балхарского района получили на прошлой неделе. И за это время символ единства и благополучия обошел все 15 сельских округов региона, в каждом из которых оставил частичку тепла и заботы. Нуждающимся была оказана самая необходимая помощь. Для кого-то были заготовлены дрова, кому-то закуплены продукты питания, другие просто – получили материальную поддержку. Да, на эту акцию откликнулся все население Балхарского района. Тайказан помывал во всех сельских округах, многодетных семьях, участников войны, труда, малообеспеченных семьях, трудовых коллективах. Конечно, эта акция будет иметь свое продолжение. В торжественной обстановке символ эстафета был передан руководству города Капшагай, где, уверены участники фестиваля, также будет сделано немало добрых дел и исполнено благих начинаний, которые непременно найдут свое продолжение. В Алматинской области прошли традиционные макатаевские чтения. Творческий конкурс состоялся на родине легендарного поэта в селе Карасас Раймбекского района. В нем приняли участие 30 конкурсантов из 11 областей республики. В стихотворных состязаниях обычно соревнуются учащиеся 5-11 классов. В этом году, несмотря на устоявшиеся требования конкурса, к участию допустили четвероклассника. Думанда Улитпек, несмотря на столь юный возраст, сумел убедить жюри в отборочном туре. Выразительное чтение, стихосложение, поэтическое посвящение поэту и многое другое предстояло пройти конкурсантам, прежде чем выявить лучшего из лучших. Первое место завоевала Сумбат Адер, а вот обладательница их гран-при стала ученица 9-го класса на зерке Осетова. В качестве награды ей было вручено 120 тысяч тенге. Надо отметить, что все произведения юных авторов пойдут в новый сборник стихов. Мы очень рады, что география с каждым годом расширяется. Растет число участников, число желающих. Заявок было очень много. С некоторых областей несколько претендентов было, но правило есть правило. С одной области по одному претенденту. Поэзия Мукакали Магатаева – это любовь к родине, любовь к своему народу. Он воспевал свою землю, свою природу. И очень бы хотелось, чтобы наши дети тоже выросли на этой поэзии. 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой ООН. Накануне этой даты в Департаменте защиты прав потребителей Алматинской области прошел день открытых дверей. А в Медицинском колледже Талдыкургана состоялся волейбольный турнир, приуроченный к этому событию. Рассказывает Салтанат Шурай. Понятие «потребитель» впервые охарактеризовал больше полувека назад Джон Кеннеди и назвал четыре основных права потребителя – на информацию, на безопасность, на выбор и право быть услышанным. Позже Всемирная организация союзов потребителей дополнила список еще четырьмя правами – правом на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и на здоровую окружающую среду. Сегодня потребитель еще малограмотен, его право на безопасность зачастую ущемляют, а услышанным он вряд ли будет, не зная, в какие двери стучаться при спорной ситуации. День открытых дверей в Департаменте защиты прав потребителей заинтересовал жителей Талдыкургана и близлежащих районов. Пройти ликбез бесплатно пришли многие. Я как потребитель, как житель нашего города Талдыкургана приехал узнать о своих правах. К сожалению, некоторых бизнесменов, может быть, те, кто занимается реализацией продуктов, питания, одежды, качество товаров желают оставлять лучшего. Поэтому при нарушении каких-то прав человек оказывается в растерянной ситуации. Это ни для кого не секрет. И поэтому тот, кто не знает своих прав и обязанностей, по защите своих прав, он вынужден обращаться к юристам. Бывает, купишь какой-то продукт, принесешь домой, а он просроченный. И как мы обычно? Да ладно, оказывается, у нас есть права, мы имеем право отнести этот продукт или попросить, чтобы заменили. Ну, в общем, для себя я сделала очень большие выводы. Провести исследование химического состава, к примеру, купленной в магазине игрушки сомнительного качества, можно здесь же, в лабораториях. Получив на руки протокол лабораторного анализа, обратиться в суд на нерадивого продавца. На нашей базе имеется шесть лабораторий и один отдел. Это санитарно-гигиеническая лаборатория, радиологическая, паразитологическая, особо опасная лаборатория. Все они оказывают услуги населения на по госзаказу и на договорной основе. Наши предприятия имеют утвержденный перечень и прескурант услуг. Поэтому любой клиент может обратиться, и ему предоставят протоколы исследований, протоколы экспертизы в краткие, установленные законодательством, естественно, сроки. В настоящее время в 20 толдокурганских супермаркетах есть уголок потребителя. В департаменте действует телефон доверия, есть горячая линия. Любой потребитель может проконсультироваться со специалистом. Основная работа – это, естественно, консультативная, юридическая, межотрясливая с другими органами, потом с общественными объединениями совместно работаем. Проводим круглые столы. В прошлом году, как мы организовались, у нас где-то около 4,5 тысячи только обращений и жалоб поступило. Ну, практически на все жалобы стараемся дать разумительный ответ или согласовывать с другими органами, чтобы они дали свой правильный, законный ответ. Ко всемирной дате департамент организовал также волейбольный турнир среди женских команд. А между медицинскими учреждениями прошли спортивные мероприятия. Салтанат Шурай, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТС. Еще и с тем выпуска. Разрушительное наводнение подтопило дома села Харажиде Каратальского района. Талая вода размыла и несколько улиц. За считанные минуты спасателям удалось ликвидировать последствия ЧЭС. Пострадавших нет. По такому сценарию сегодня работали все 15 спасательных служб района во время командно-штабных учений КОКТЕМ-2015. Всего в зоне условного бедствия работали 20 единиц спецтехники и более 50 человек. В экстренной ситуации дорога каждая минута. Оперативно и слаженно сработали все службы. Задействованы в ликвидации последствия наводнения. По задумкам ЧЭСников под водой остались 16 домов. К счастью, пострадавших нет. Жителей затопленного поселка вовремя удалось эвакуировать в безопасное место. Вся техника была задействована на берегу крепительных работах. Целью этих учений – это подготовка сил и средств, находящихся в данном районе, для обеспечения безопасности в период прохождения поводков вод. Для безопасности в период поводков вод сейчас акиматом района проводится определенная работа. На сегодняшний момент уже более 20 километров очищенных каналов и орычных водосистем. Работа продолжается в данном направлении. Спасатели, дорожники, полицейские, коммунальные службы, медицинские работники во время совместных учений продемонстрировали всю готовность. Оценила специальная комиссия и запас продовольствия. По словам специалистов, наибольшую тревогу весной вызывает река Каратал. В этом году уже был случай подтопления сразу четырех населенных пунктов. Талай водой затопило село Сарбулак, Карашиде, Когдала и Жилабулак. Сумма ущерба составила более 100 миллионов тенге. Высокая вероятность подтопления еще на двух участках. В мае месяце, возможно, уровень Каратала поднимется. Тогда у нас в низовьях есть два сельских округа. Это Ханбахтинский и Хазбулакский. Вот там есть опасность. Мы сейчас ими работаем. Все возможные работы делаем. Я думаю, что по итогам сегодняшней работы я могу сказать, что район готов. Отряды экстренного реагирования готовы к любым ситуациям. К такому выводу пришла специальная комиссия по завершению противопаводковых учений. Сценарий отработан успешно. Однако, признаются спасатели, главное не умение ликвидировать последствия таяния снега, а способность предупредить ЧАЭС. Воспитанники областной специализированной детской и юношской школы по футболу Асид Рамазанов, Кайнула Дарен и Норбол Нурберген получили путевки на стажировку во всемирно известную футбольную академию Крузейра. В составе юношской сборной Казахстана талдыкурганские футболисты уже 20 марта поедут в Бразилию, где будут обучаться премудростями игры номер один в течение одного года. Отбор потенциальной кандидаты прошли в прошлом году на чемпионате Казахстана, а специальные тестовые нормативы сдали с 26 по 30 января этого года на заключительном этапе в Алматы. Это уже будет третья группа футболистов из Казахстана, которая отправится на родину пятикратных чемпионов мира по футболу. Нужно отметить, что прошедшая стажировку два года назад в футбольной школе Оли Бразил, казахстанские игроки, теперь выступают в составе молодежной сборной Казахстана. Пополнить составы профессиональных клубов страной смогут и выпускники нынешнего курса обучения. Вы были сами свидетелями, когда мы первый раз отправляли наших мальчишек 1994 года рождения, когда они прошли те же тесты, тот же отбор жесткий. И мы знаем, что из тех, будем говорить на сегодняшний день, это трое играют за молодежную сборную Казахстана. Это Сариев Раван, Шаихов Берег и Аслан Равхат. Аслан Равхат даже является капитаном молодежной сборной Казахстана. И вот на сегодняшний день у нас был тоже такой же факт отбора, было очень много отобранных кандидатов от нашей области и от нашей школы. Теперь постигать азы мастерства в спортивной гимнастике наряду с мальчиками могут и девочки. Отделение для них открылось месяц назад при специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер один. Напомним, для мальчиков оно было открыто в этой спортшколе три года назад. Желающих заниматься этим красивым видом спорта уже набралось более 30 юных жителей с города Талдыкурган. Заниматься спортивной гимнастикой под силу не каждому, уверен один из специалистов этого вида – Рахимбек Тулендинов. У него за плечами 35-летний опыт. Правда, работал он в основном на руководящих должностях. Но в душе всегда оставался тренером, радевшим о развитии детского спорта. И сегодня в свои 65 лет, будучи на заслуженном отдыхе, все же не смог остаться в стороне. И сам предложил свою помощь в развитии одного из зрелищных, красивых и динамичных видов. Хочу сказать, что спортивная гимнастика – это один из самых красивейших видов спорта. Где присутствует красота, грация, пластика, растянутость, ну и соответствующий гармоничный развитие человеческого тела. Вообще считается гимнастикой – это базовый вид спорта. С гимнастикой многие уходят на другие виды спорта, но достигают там определенных результатов. Набор девочек 5-6 лет в секцию спортивной гимнастики ведется в несколько этапов. На первом тренеры обращают внимание на физические данные и психологические особенности претенденток. А уже в последующем выявляют их способность к более тяжелым нагрузкам, которые позволят добиться высоких спортивных результатов. Немаловажную роль в совершенствовании мастерства играет и хореографическая подготовка юных гимнасток. Во-первых, это должна быть правильная постановка корпуса, спина, осанка. И для мальчиков, и для девочек. Ножки должны быть прямые, коленки, стопы натянутые. Это у нас называется чистота линий. За это тоже ставятся баллы или снимаются баллы. Занятия ведутся в специализированном зале спорткомплекса «Уркен». Он оснащен всем необходимым для полноценных тренировок, а также проведения соревнований различного масштаба. Одним словом, у талдыкурганских гимнасток есть все предпосылки, чтобы участвовать и побеждать на самых элитных турнирах. Лилия Штогрина, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова